Хэллоуин уже близко. Тогда скорее выбирай в каком леденящем душу образе ты пойдешь на вечеринку. Превратишься в марионетку или добавишь третий глаз. Выбирай свой зловещий мейкап и косметику для Хэллоуина в нашем новом видео. У красотки есть кое-что пугающее. Это не зубы вампира и не скулы-малефисенты. Это палец орка. Фу, какая гадость. Ставим бумажную перегородку в красной жидкой помаде для губ. Обклеиваем тюбик воздушным пластилином. Лепим форму согнутого пальца. Отдельно клеим ноготь. Делаем надрез, чтобы помада открывалась. Окрашиваем палец орка зеленым акрилом. Раскрашиваем ноготь с трещиной. Этот палец как квазимода, уродливый снаружи и красивый внутри. Вместо крови в этом пальчике течет настоящая красная помада. Наша хэллоуинская косметика поможет отогнать всех злых духов, прыщей и морщин. Юная ведьма Сабрина собирается на свой шабаш. Вечеринка по случаю Хэллоуина обещает быть горячей, поэтому ей нужен особый макияж, от которого глаз не оторвать. Отлично! Как раз изобразим третий глаз на нашем лице. Добавим света в этом пещерном салоне красоты. Сначала наносим на губы белый карандаш. Делаем форму овала. В центре оставляем незакрашенный круг. Наносим на него зеленый грим. В центре прорисовываем черный зрачок. Наводим черный контур над верхней губой. Детально прорисовываем радужную оболочку. Белым гримом ставим блики. Оттеняем глаз светло-коричневым. Прорисовываем внешний уголок. Над верхней губой оттеняем светлое подвижное веко. Тонкой кисточкой с черным гримом прорисовываем ресницы снизу и сверху. На верхнюю губу приклеиваем накладные реснички с помощью клея для ресниц. Всевидящее око юной ведьмы глядит в самую суть. На этот Хэллоуин она точно не сомкнет глаз и будет веселиться всю ночь. Косметика на Хэллоуин должна быть устрашающей, пугающей или сделанной из тыквы. Как этот милый Эос. Бальзам Эос разбираем и вынимаем содержимое. Добавляем пчелиный воск и жидкий косметический краситель. Растапливаем в микроволновке. Смесь выливаем в контейнер и ставим в холодильник. В застывшем Эосе вырезаем стеком контуры светильника Джека. Отдельно смешиваем пчелиный воск, масло авокадо и черный косметический краситель Мика. Растапливаем в микроволновке и заливаем в углубление. Даем застыть. Лишнее подчищаем стеком. Этот Эос тыковка совсем не страшный. Мой любимый бальзам совсем не похож на ужасный светильник Джека. Он настоящий милашка. И пахнет авокадо. Эос тыковка будет защищать мои губки от осенней непогоды. О, кто это? Наша марионетка заслуживает первое место и миллион лайков от любителей кукольного театра. Оу, ей, кажется, у Рыжули начались проблемы с руками. Или она готовится проходить кастинг в театр кукол. Или на нее послали страшное проклятие Хэллоуина. Теперь всеми ее действиями управляет загадочный кукловод. Что же он прикажет ей делать? На столе появились тени. Видимо, ее кукловод-визажист. Значит, будем делать макияж. Но сначала подготовим руки. Коричневым гримом рисуем круги на костяшках пальцев. Соединяем линиями. Кисти Рыжули становятся кукольными. Все ясно. Она превращается в настоящую марионетку. А теперь загадочный кукловод хочет, чтобы Рыжуля завершила образ марионетки. В ход идет грим и кисти. Будем делать кукольный мейкап. Под глазом рисуем белый полукруг. Обводим его черным контуром. Оттеняем коричневым. Наносим на верхнее веко коричневые тени. Подвижное веко тонируем более темным оттенком серого. Марионеткам необходимы выразительные ресницы. И не только верхние, но и нижние. Прорисовываем ресницы тонкой кисточкой с черным гримом. Теперь кукловод решил добавить красный цвет. Может, не стоит. Но марионетка не вправе выбирать. Красным гримом рисуем верхнюю губу выше естественного контура. Границу нижней губы рисуем на подбородке. Белым гримом закрашиваем верхнюю губу. И рисуем белую полосу на подбородке. Кошмар! Во что превращается милая личка Рыжули? Но кукловод доводит дело до конца. Черным гримом разделяем белую полоску. Имитируем зубы. Прорисовываем детали. И добавим еще черного. Похоже, Рыжуля окончательно превратилась в марионетку. Пути назад нет. Теперь придется только завершить образ румянами. Ставим коричневые точки веснушки. И собираем волосы в два хвостика. Ну вот, из Рыжули получилась послушная молчаливая марионетка. Стоит кукловоду подергать за ниточки, и она безропотно гладит гадкую сроконожку. Бедная Рыжуля. Оказалось, что быть марионеткой – тот еще деревянный челлендж. Но может ей повезет, и она встретит на хэллоуинской вечеринке своего Пиноккио. Но марионетка не хочет идти на бал в честь Хэллоуина одна. Нужно срочно звонить подруге. Пусть берет метлу и прилетает на вечеринку в ужасающем образе. Красотка с радостью принимает приглашение. Она так давно не выходила в свет, что ее косметичка покрылась паутиной. А что это отличная идея для мейкапа на Хэллоуин. Тонируем лицо белым гримом. Тщательно припудриваем грим светлой пудрой. Серые тени используем для контуринга. Наносим их на скулы, веки и вдоль спинки носа. Белым выделяем выступ под бровью. Подвижная века и выступ скулы. Делаем брови угольно-черными. Начало брови выделяем фиолетовым. Также выделяем глаза. Наносим черные и фиолетовые тени на веки. Рисуем стрелки кошачий глаз. Тонкой кисточкой с черным гримом рисуем паутинку. Начинаем с внешнего уголка глаза. С паутины спускаем паучка. Черным гримом закрашиваем губы. Делаем острые уголки на верхней губе. Волосы припудриваем светлой пудрой. Ужасный эффектный макияж. Подружки встречаются перед вечеринкой. Они в восторге от образов друг дружки. Чтобы марионетка не запуталась в собственных веревочках, подружка поможет ей не опоздать на вечеринку. Рыжуля проникла в ведьмин будуар. Тут мистическая и загадочная атмосфера. Наверняка здесь варят самые приворотные любовные зелья. Гадают на кофейные гущи и проводят ритуалы красоты. А еще здесь очень жарко. Внимание! Огонь свечи может испортить ваш макияж. И он может потечь. Буквально. Сначала делаем привычный макияж. Белым карандашом рисуем потек под глазом. Также обводим бровь и участок под ноздрёй. Губы тонируем. И рисуем еще один потек. Закрашиваем белым гримом растекшуюся часть. И персиковым цветом выделяем потек под губой. В центре губ делаем неровное черное пятно. Обводим черным белый потек у глаза. Коричневая тень и наносим на пятно на брови. И оттеняем контур под глазом. Закрашиваем темным пятно под носом. И выделяем потекшую губу. Гримом под цвет глаз рисуем продолжение растекшегося зрачка. Наводим детали черной подводкой. Добавляем розовые акценты. Консилером придаем объем потекам. Прорисовываем реснички. Белым гримом рисуем неровную линию через весь лоб. Растушевываем. Оттеняем. Рыжуля не ожидала такого горячего Хэллоуина. Весь макияж испорчен. Хотя можно использовать новый образ для устрашающей вечеринки. Вытекающий глаз must have этого сезона. Понравились наши образы на Хэллоуин? Тогда пиши, какой макияж ты выберешь на жуткую вечеринку. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые идеи косметики и макияжа на канале Тром Тром.